Привести в порядок все зеленые зоны Кирова в администрации обещают к дню города. Речь о парках и скверах. О каком объеме работы идет речь? Моя коллега Евгения Бакина осмотрела пять зеленых зон Кирова и готова рассказать, как выглядят эти объекты после зимы. Пока кировчане на самоизоляции, мы проверим состояние парков и скверов Кирова. Как пережили зеленые зоны и дождь, и снег, и слякоть, то есть все прелести зимы. Начнем с набережной в Нововятске. Она относительно новая. Благоустроили территорию в прошлом году за счет федеральных средств. Но не успели сквер открыть, как сломалась деревянная качель. Но, кстати, власти отреагировали, крепеж сделали. А еще есть сломанный фонарь. Местами покосилась брусчатка. Но это мелочи. В целом скамейки и мусорки сохранили свой первозданный вид. А это Кочаровский парк. В народе его называют многострадальным, так как власти каждый год вкладывают на его благоустройство миллионы. Так и в 2019-м вложились на реконструкцию ливневки. И не зря. В каждую весну парк превращался в болото. Но сейчас подтоплений нет. Единственное, на асфальте встречаются небольшие трещины. Неухоженно выглядят газоны. Исписана баллончиком кирпичная кладка. А возле проезжей части раскиданы кирпичи и другой строительный мусор. Зато уцелели скамейки и даже фонари. А это Гагаринский парк. Скоро времени он преобразится. Здесь появятся дорожки из брусчатки, новые фонари, скамейки и мусорки. Но сейчас же здесь треснувший асфальт. Исписаны площадки для катания на скейтбордах и велосипедах. Есть сломанные скамейки, разбита даже бетонная урна. А возле памятника воинам-интернационалистам продавлена брусчатка. Судя по следам, здесь проехала большая машина. В скором времени преобразится и парк имени Кирова. Но если посмотреть на него сейчас, то, к примеру, плиты. Еще чуть-чуть они уйдут под воду. Также в печальном состоянии выглядит асфальт. Я бы даже сказала, опасный для прогулки с детьми. Устарели скамейки, потрескались входные группы в парк. Выглядит опасно. И лестничный марш. А это Александровский сад. Его в последний раз реставрировали при экс-губернаторе Никите Белых. Тогда привели в порядок входной павильон, поставили чугунные ограждения и отреставрировали ротонды. А если посмотреть сейчас на Александровский сад, то местами отпала штукатурка. У ротонд забор где-то сломан. Некоторые фонари не светят, а ступеньки на популярных фотозонах также сломаны. В целом зеленые зоны зиму пережили. Недочеты есть, но это касается только крупных парков. Свой осмотр проведут еще и сотрудники администрации города. В первую очередь они проверят новые объекты. Если замечания будут, подрядчик обязан их устранить по гарантии. Что касается остальных скверов, там заменят сломанные скамейки и другие объекты. А также проведут субботники.